Судорожные движения, стоны и кожа неестественно жёлтого цвета. Зрелище не для слабонервных. Эта девушка уже десятая жертва спайсов за неделю. Она почти сутки провела в реанимации, но до сих пор не пришла в себя. И когда очнётся, неизвестно. Никаких прогнозов врачи не дают. Ещё одна пострадавшая, 20-летняя жительница областного центра, идёт на поправку и мечтает встретить Новый год дома, где её ждёт четырёхмесячная дочка. Девушка просит не показывать её лица и не называть имени. Сегодня она осознаёт, тот вечер мог стать для неё последним. Накануне поссорилась с парнем и решила немного расслабиться. Наркотики купила через интернет-магазин. Единственное, что помнит, в голове всё закружилось. Горлу подступила тошнота, а очнулась только через три дня в больнице. Мама сидела рядом со мной, плакала. Её одну только пропустили из всех. Такая, ладно, сидела иконки, меня там ставят, молила за меня, чтобы я вышла из комы. Я пришла в себя, я очень рада. Но никогда, никогда не употребляйте. Это может привести к очень неожиданным последствиям. Десять пациентов за неделю – беспрецедентный для региона случай. Все жертвы дурмана – совершеннолетние. Кто-то уже был судим, в том числе за наркотиками. У кого-то приличный стаж наркозависимости. По словам врачей, то, что пациентов доставили вовремя – большая удача. Синтетические наркотики опасны тем, что убивают не только тело. Употребление спайсов может привести к необратимым последствиям для психики. Немало случаев, когда после передозировки психотропами люди выбрасывались из окон и выкалывали друг другу глаза. Практически у всех у них наблюдались психические нарушения. Это острые интоксикационные психозы, которые протекали с галлюцинацией, с бредом. Различные психические нарушения. У кого-то были судороги. В связи с этим госпитализировали в отделении реанимации. Чаще всего от суток до двух суток находились в реанимации. Но некоторые задержались на 3-4 дня. Сейчас в больнице остались самые тяжелые пациенты. Восемь человек уже отпустили домой. Впереди у всех долгая реабилитация, наблюдение у психиатров и наркологов. А также беседы со следователями. Возбуждено уголовное дело. Если просто лица сами употребили, это является преступлением менее тяжким. Там предусмотрена уголовная ответственность до 6 лет лишения свободы. Далее, если лица кому-то предложили, продали, угостили. В любом случае является уже сбытом тяжкое преступление. И уголовная ответственность там уже предусмотрена, начиная от 8 лет лишения свободы. Известно, что все наркотики были куплены в одних и тех же интернет-магазинах. Их владельцам, а это граждане Беларуси, грозит до 25 лет лишения свободы. С начала года гродненские оперативники пресекли работу уже более 20 подобных виртуальных торговых площадок. Сколько десятков, а может и сотней жизней благодаря этому спасено? Такой статистики, увы, нет. Можно лишь предполагать. Надежда Завиновская, Алексей Старцев. Наши новости. Гродно.